7 сентября приехал к Долгорукому один из министров и объявил, что король непременно намерен вступить в войну с шведами по соглашению с царским величеством. И хотя эта война будет королю убыточней всех прежних вследствие приготовления морских сил, однако король начнет ее в надежде, что царское величество, увидев тяжкие убытки королевские, если не теперь, то впоследствии окажет помощь. 8. Несмотря на это объявление, дело опять затянулось благодаря усилиям английского и голландского послов, которые отговаривали от войны датских министров, боясь, что как скоро Дания объявит войну Швеции, то многие государи и князья имперские отзовут свои войска из службы союзников, одни для сбережения своих границ, другие по обязательствам с королем шведским или датским, да и сам датский король отзовет свои войска, когда увидит сильное наступление на себя со стороны шведской, и таким образом голландцы и англичане, сильные только чужими войсками, потеряют возможность продолжать успешно войну с Францией. 9. Послы их в конференциях с датскими министрами прямо грозили, что Англия и Голландия примут сторону Швеции, и датский король вместо приобретения чужого может потерять и свое. 10. Если же он удержится от войны до общего мира союзников с Францией, то союзники обещают и без войны доставить ему Шонию. 11. Долгорукий узнал, что когда прусский король дал знать голландским штатам о предстоящем свидании своем с царем, то те стали убеждать его, чтобы не входил ни в какие обязательства с Россией, ибо царь становится так силен, что может быть опасен не только другим областям, но и самой Пруссии. 12. Все государства обязаны не допускать царя до усиления, которое может быть вредно целой Европе. 13. При таких внушениях датские министры опять заупрямились, и Долгорукий счел необходимым уступить, согласился хлопотать у царя о субсидиях, согласился определить, какие из шведских земель должны принадлежать России, какие Дании. 14. Между тем, секретарь французского посольства в Копенгагене давал знать Долгорукому, что король его очень желает вступить в союз с царем. 15. Долгорукий, давая знать об этом в Россию, предлагал свое мнение. 15. Я не думаю, чтобы нужно было входить в обязательства с Францией, потому что помощь ее теперь не очень нужна. 16. Однако, надо бы показать некоторую склонность, отыскавшую способ, чтобы осталось все в тайне. 16. Польза от этого может быть та, что Франция, увидев к себе склонность со стороны России, станет продолжать войну. 16. Потом союзники так сильно идут наперекор интересам царского величества, и если они действительно станут против нас действовать, то Франция будет нам нужна. 16. Долгорукий получил указ отвечать секретарю, чтобы французское правительство прислало кого-нибудь к царскому двору или бы дало комиссию. 17. Секретарь говорил долгорукому, что государь его готов прекратить все прежние несогласия с Россией, готов гарантировать царю все его завоевания, будет стараться, чтобы русские стали твердую ногой на Балтийском море, потому что здесь замешан интерес французского короля, которому желательно ослабить на этом море торговлю английскую и особенно голландскую. 17. Посланники английские и голландские в Копенгагене действительно сильно шли наперекор интересам царского величества, двигали землю и небо, чтобы удержать датского короля от войны с Швецию. 18. Наконец, долгоруком удалось ввести короля в войну без субсидий со стороны России, несмотря на то, что к нему присланы были указы обещать сухопутное войско матросов и по сту тысяч ефимков ежегодно материалами. 18. Не дал я ничего, ни человека, ни шелега, писал с восторгом долгорукий в Россию. 18. 11 октября был заключен союзный трактат на том основании, что их величество царь всероссийский, король датский, норвежский взяло рассудили вредительные последства, которые бы ярость и злобонасильственные поступки короля шведского по времени произвести могли к великому предосуждению единой и другой областям. 18. Его величество датское обязалось разорвать с королем шведским и той же осенью наступать на него морским и сухим путем, вступить в Шоню с одним войском, а в шведскую землю от Норвегии с другим. 19. Царское величество обязалось, кроме начатых уже воинских промыслов, в Ливонии и Польше напасть также на Финляндию. По заключении договора Долгорукий давал обет иностранным министрам. Шла, разумеется, длинная речь о войне, начинаемой Данию. 20. Голландские и английские посланники прямо высказали, как противна им эта война. 21. «Ныне уже дело при здешнем дворе, все пожелание его царского величества совершилось», — писал Долгорукий от 5 ноября. 21. Король датский войну всчал против короля шведского. 22. Войска датские конные пешие вступили в Шону, а как транспорт и десант чинины, я всему тому очевидным свидетелем сподобился быть. 22. «Дана мне была, по моему прошению, фрегата королевская». 23. Когда Долгорукий оканчивал дело союза в Копенгагене, Петр уже плыл вислою к Мариенвердеру для свидания с королем прусским. 24. Их величества поздравились любительно, но союз был заключен только оборонительный. 24. Из Мариенвердера царь отправился к Риге, под которую уже стоял фельдмаршал Шереметьев с войском. 25. По полуночи на 14 ноября начали бомбардировать город. 26. Первые три бомбы бросил сам государь. 26. И писал Меньшикову и министрам своим при иностранных дворах. 27. Сегодня о пятом часу по полуночи бомбардирование началось Риге, и первые три бомбы своими руками в город отправлены. 27. У чем взяло благодарю Бога, что сему проклятому месту сподобил мне самому отмщение начало учинить? 28. На этот раз все и ограничилось таким началом отмщения. 28. По позднему времени, по крепости города и многочисленности гарнизона, и, наконец, потому, что город не мог получить ниоткуда помощи. 29. Петр распорядился, чтобы Шереметьев отвел войска на зимние квартиры в Курляндию, оставив для блокады Риги семитысячный корпус князя Репнина. 29. Бросив три бомбы в Ригу, Петр на другой день отправился в Петербург, или «в святую землю», как называл его Меншиков в письме своем. 30. В Петербурге царь велел построить церковь во имя святого Сампсона в память Полтавской баталии. 31. Распорядился другими постройками и украшением города, который эта баталия закрепляла за ним. 31. Велел министрам, генералам и знатному дворянству строить каменные «дома» на святой земле, которые многие из них согласны были дать совершенно другое название. 31. Шестого декабря заложил корабль «Полтава» и на другой день отправился в Москву. 32. Приехав 12 декабря в село Коломенское, Петр дожидался тут гвардейских полков. На другой день пришли полки и начали свозить из всех ближних городов шведских пленных, взятых под Полтавую. Два дня в Слободах за Серпуховскими воротами устраивали полки, разбирали пленных, раздавали взятые знамена, артиллерию по полкам. 31. Декабря вошли в Москву с Великим Триумфом. 32. Построено было семь триумфальных ворот, из украшенных золотом, эмблематическими картинами, покрытых надписями. 33. Приведем описание ворот, построенных купцами, потому что здесь было дано место и сыну триумфатора. 34. Купцы великороссийские поставили торжественные врата величайшему силой свейски в конец истребителю. 35. В первой картине вместо Фебуса его же баснотворцы огненными конями Вазимова именуют Быти Солнцем, поставився при светлейшего монарха нашего персона под зодиатическими знаки Рака и Льва. 36. Я же месяцы июнь и июль знаменуются. 37. Яко, егда рак месяца июня, в зодиачное знамение прииде, тогда несмысленную дерзостью пришед в чужое отечество Лев Шведский. 38. С великим бесчестием всю потерявши силу свою, раком быв, вспять едва выползи. 39. На престоле царственном поставиша в образе Девы правду с весами. 40. Близ престола правды веру христианскую во образе Девы с крестом Господним. 41. В перспективе царствующий град Москву, а над ним персону государя царевича Алексея Петровича на орле, царском знамении, возлетающего с желанием в большее мужество, имущего же молния на убиваемого льва, 42. Знаменующий, якопресветлейший государь царевич, в отечестве своем быв, уготовляя воинство в чуждую ограду, вшедшего льва шведского к побеждению посылаша. 42. Во второй картине «Лабиринт» и же «Вертоградбысть», содержа вельми хитрустные в себе стези, 43. Знаменующие советы и произволения короля Свейского, хитрустьми, премногими исполненные. 44. В той же лабиринт, водящий персону пресветлого монарха нашего, дева со змеем и зерцалом, еже есть благоразумие знаменующее. 45. И так далее. 46. После триумфов Петр начал трудиться во управление гражданских дел, которым и нам пора обратиться. 46. КОНЕЦ